Шалом из Иерусалима! В передачах, что первая энергия, энергия Творца, это энергия Хеса, это энергия добра. Для того, чтобы добро существовало действительно как добро, Творец должен был ограничить свою бесконечную энергию, потому что бесконечность, давая бесконечную энергию, могла создать только бесконечность, ничего бы другого не могло существовать. И поэтому Творец построил бесчисленное количество границ и ограничений для того, чтобы дать нам возможность и существовать, и получать удовольствие, и быть счастливым. Для всего этого должно каждому существу быть дано ровно столько энергии, сколько ему нужно сейчас, ни больше, ни меньше. И этим вот как раз управляет сфера, которая называется Гвура. Гвура включает в себя еще понятие Дин, Дин это Суд. И это общее понятие Гвуры. Теперь, первый день, это Хеседше Бугура, то есть означает, что любой суд, когда мы судим себя, судим людей, когда мы что-то делаем, должно под собой иметь Хесед. Хесед доброту, с одной стороны, да, и реальность, с другой стороны. То есть, во-первых, что говорит нам Хеседше Бугура? Никогда не суди человека, потому что человек это душа. А душа создана человеком, душа создана совершенно. Ты можешь судить его поступки, ты можешь судить его качество характера. Отделяй поступки от души человека. Это одно из таких качеств. Сказано, кто силен? Тот, кто управляет своими желаниями, вожделениями даже лучше сказать. Интересно, что на уровне общества мы с вами понимаем, что бывают разные силовые структуры, будь то мафия, будь то террорист, будь то диктатор, но мы не называем эти структуры по-настоящему сильными. Почему? Потому что они работают только на самого себя. Они не работают на добро. И здесь вот как раз это очень важно и понятно. Теперь, когда мы говорим о диктатуре, то, понятно, нашим личным внутренним диктатором является наш эгоизм. И поэтому, когда мы судим, исходя из нашего эгоизма, то это тоже неправильный суд. Эмоциональные блоки, то есть это те защиты, которые мы поставили в детстве, очень часто не работают, потому что они только работают уже на самих себя, а не на нас, не на нашу душу. И вот здесь как раз отделить, как бы, то, та правильная эмоциональная защита, которая работает именно на нашу душу, правильно работаем с Всевышним или работаем только на самого себя, это очень важно. И потом важно, конечно, знать, как от этого избавиться. Второй день – это Гавура, Шебегавура. Гавура-Багавура задает такой вопрос, мое ли это дело судить? То есть это судья над судьей. И здесь есть несколько аспектов. Первое – значит, мое ли это дело вообще судить? Второе – откуда приходит суд? То есть очень часто, когда мы судим, вопрос – вот эта часть, это мой эгоизм судит, это моя яйца ора, то есть негативная часть меня судит, или это судит моя душа, моя позитивная часть? Вот говорят наши мудрецы, что если этот голос, который судит внутри нас, он либо даже интонация негативная, либо это цинизм какой-то, либо, так сказать, он приходит с какого-то темного места внутри нас, это всегда голос нашей яйцары. То есть нам нужно очень внимательно следить, откуда приходит голос критики. То есть это Гавураш и Багавура. Тиферет – это красота, это способность увидеть в каждом моменте творения гармонию всего творения. Говорит нам Тора, что праведный судья, он партнер творца в творении мира. Очень важная такая вещь, то есть, например, сказано, что десятая заповедь не завидует. Человек завидует, он говорит, он разрушает все десять заповедей. Почему? Потому что человек, который завидует, он говорит, что нет правосудия, нет праведного судьи, и то, что должно было быть на самом деле моим, каким-то образом случайным, неправильным стало другого человека. То есть он уже отрицает и самого Всевышнего, и творение, и все на свете. То есть оказывается, что, видите, одна заповедь, а в результате нарушение всех заповедей, которые существуют. То есть, опять-таки, деталь в правильном суде, даже маленькая деталь, она отражает абсолютно все. И вот здесь есть такая замечательная история про Шлома Меллаха, как вы знаете, две женщины, которые, одна говорит, ребенок мой, другая говорит, ребенок мой. И царь Шломо, он говорит, посмотрев на этих женщин, сказал, принесите меч, разрубите ребенка. И задается вопрос, ну, слушайте, из миллиона женщин, как бы, 999 тысяч, 999 бы сказали, отдайте ребенка. Две женщины сказали бы, отдайте ребенка, и где бы оказался царь Шломо. А говорят наши комментаторы, что в чем заключалась сила царя Шломо, что, посмотрев на одну из этих женщин, он моментально увидел, что одна из них сумасшедшая. Тогда он сказал, так, понятно теперь, кто мать, а кто сумасшедшая. Как мне можно сделать некий тест, экзамен, чтобы все увидели, что эта женщина сумасшедшая. И тогда он сказал то, что вот он сказал. И когда люди увидели, что царь Шломо может просто с одного взгляда, посмотрев, сразу же определить вот все состояние человека, кто есть кто, тогда люди поняли, что это за царь, который сидит перед ними. Гавура, теперь, Нецех, Багавура, мы говорим о том, что Нецех создает ценности каждой минуты, и Гавура охраняет моральные ценности, да, то есть значение маленьких поступков, как говорил Галич, и кричит, прочитанное шепотом. Интересно, что говорят наши мудрецы, аля маба, грядущий мир зависит от маленьких, уникальных поступков в этом мире. То есть, на самом деле, значимость поступков в этом мире распространяется навсегда. Меняя человека, меняя себя, мы меняем себя навсегда. Интересно, что в Торе есть очень много смертных казней, которые никогда не применялись, и невозможно применить, потому что, например, за прелюбодействие могли убить, но никогда не убивали, потому что нужно было два свидетеля, которые непосредственно видели предупреждение, миллион-миллион еще других вещей. Теперь, зачем? И говорят наши мудрецы, говорят следующее, показать значимость института брака, например. То есть, показать значимость вот тех моральных устоек, о которых речь идет. То есть, иначе сказано, что лучше умереть, но не сделать. А на самом деле, это, как мы сказали, физически не применялось. Ход, еще бы гвура, ход делает наказание исправлением. То есть, на самом деле, проявляется, если мы судим кого-то правильно, это правильная критика, то мы помогаем человеку проявить его истинное я, его душу, стать лучше. И для этого это суд, это ход. Исот, ше б гвура, это означает, свера исот, это взаимность. Здесь взаимность со Всевышним. Судья слеп к своим нуждам. И очень важно, опять-таки, посмотреть. Мы судим, исходя из нашего иго, то есть, это наша заинтересованность. Тут совершенно запрещено было судить, если у нас есть какая-то личная заинтересованность. Или у нас более объективная, а объективная означает с точки зрения Тора уже. И, наконец, когда мы говорим о Малхут, о царстве, то мы говорим о том, что должны быть учитаны абсолютно все детали. И тут опять очень важно сделать шаг назад и посмотреть с точки зрения Творца, с точки зрения Торы, на все детали, прежде чем мы выносим какое-то решение, между мы судим. Поскольку мы судим себя и мы судим других постоянно, то эта неделя, как вы понимаете, очень важна для того, чтобы мы научились правильно ставить границы, правильно судить себя и других людей. Желаю вам всего самого лучшего из Иерусалима. Шалом, шалом.